привет мои хорошие с вами селена и сегодня новый день и сегодня я отправляю малыша к маме а сама еду делать татуировку на самом деле давно уже хочу там у этого человека очень большая запись на татуировки поэтому и я уже давно записалась уже недели две или три назад и в общем дождалась я своего дня в общем то вот так сегодня я такая в этой рубашечке ну в тех же шортиках вы такая вот у меня помните не моя подписчица прислала такой красивый цветочек он сюда идеально и вот я как-то заказывала тоже вот такой вот ожерелье и вот такие сердечки они сюда идеально подошли так что если не такая вся красно-голубая яркая девушка все оставайтесь со мной и тату что мне пришло наконец-таки не прошло и два года а точнее блин мне кажется три месяца ждала письмо от google advance мне надо будет получить письмо от них ой или нифига здесь все пришло здесь пароль и я смогу получать деньги с youtube партнерки там уже накопились мои копеечки сладенькие все пришел пароль пин код я приехала раньше потому что переживала это мне кажется на полчаса раньше приехал сейчас скажу насколько до на полчаса раньше приехала но ничего страшного потому что этот центр это возле кинотеатра ростов здесь находится моя любимая кафе за что-нибудь вкусненькое там возьму и не помню как называется по моему итальянская чё то вот и посижу и кофейко попью и в общем-то прекрасно проведу время потому что здесь очень красивая летняя веранда часа да покажу вот присела я на полчасика магазина твой магазин этот ресторан называется белучи здесь как-то с мамой сидели я есть частенько если мимо прохожу всегда потому что очень красиво здесь все очень очень вкусно но если и дорого ну цены такие хорошие я на самом деле дома поела супчика с грибами это и что-то прям вообще ничего не лезет я все равно заказала ну поесть я салатик с тигровыми креветками взяла из рукава который давно уже не ела я последний раз мне кажется его ела в москве сейчас у меня будет это московские впечатления и конечно же я заказала в кофе вообще просто хотела кофе а потом думаю а что если здесь попробовать кофе и как его здесь приготовить потому что здесь цена на кофе вообще не знаю какая надо посмотреть и не посмотрела даже но здесь они должны сделать шоколадом вот как беру я обычно в старбаксе с шоколадом у них там шоколад сливки кофе все это перемешивается и вот в общем то говорят очень вкусно сейчас мы сравним походу за хорошее все нужно платить знаете как скупой платить дважды это про меня было с тем кофе но все равно а что получается что если у тебя немного денег значит будешь говно пить а если у тебе есть деньги только тогда ты можешь хорошие не знаю мне кажется везде на уровне стараться для людей мы сейчас запробуем все вот мне принесли кофе так он выглядит красиво помешаем сколько он стоит надо посмотреть вот это вкусно да другое дело прилетела моя руккола у меня прям слюнки текут и я обожаю рукколу на самом деле вот с этим соусом игровые креветки вот вот все вообще вас и как красиво здесь всегда очень красиво все делают очень достойно подходит к этому я ни разу не была разочарована а десерты здесь вообще нереальные такие я не ела больше нигде такие очень вкусный супчик фруктовый из манго там мы как-то ели тирамису по-моему какой-то был тоже необычный в общем у меня сейчас наслаждуха вот любимый да кисур в общем все я съела это было великое наслаждение правда креветки такие жирные сочные руккола офигенский пармезанчик свеженькие черри все классно лимончик все как я люблю соус очень вкусно все я на самом деле кофе не допила и попросила сейчас перелить мне сейчас они перельют и я уже бегу мой мастер освободился я вся в предвкушении ну что мои хорошие я пришла хочу познакомить вас с паниславом это не просто человек с улицы он делал мои подруги татуировку я долго искала долго выбирала я не просто так пошла к первому встречному а только знаю как он делает посмотрела все его работы вот его студия вот здесь у него всякие фотографии вот это он привозил с разных стран до стран любит путешествовать вот у него краски всякие вот здесь мы будем татуироваться это студия он снимает и специально для работы а живет где-то рядом сейчас мы выбираем шрифты я на самом деле была дома я пришла неподготовленная потому что я хочу какой-то шрифт такой знаете необычный нечитабельный что только я могла прочитать еще не совсем до конца я знаю что я хочу набить нет суть я знаю а вот что по словам конкретно не совсем знаю и оказывается у станислава больше шрифтов чем можно найти в интернете поэтому я думаю что мы сейчас все найдем все работаем мы уже определились со шрифтом в общем то есть местом мне смазывают кстати у станислава что ты говоришь у тебя ученая вот научное исследование по архитектуре он в общем художественно вообще может художественно делать какие-то вещи даже если ваш шрифт выбрали уже да может добавить что-то посоветовать там какие-то загорючки лишние что-то убрать то есть разработка индивидуальных эскизов без проблем разработка индивидуальных эскизов ну что поехали в общем вот что получилось сейчас правда все у меня красненькое такое сейчас мне закрость закрасят замазят вот и я не смогу конечно плавать загорать этим местом так то я буду загорать плавать ну надо чтобы хорошо все зажило мне очень нравится интересно кто поймет что здесь написано в принципе не сложно догадаться вот мы все будем замазывать и буду инструкцию сейчас слушать что мне делать дальше теперь так я буду ходить три недели но не обязательно так в общем есть нюансы все послушала в принципе достаточно нормальные все условия я смогу все соблюдать я хотела показать этот пока мне обили все уже нашла супер картинки которые мне понравились смотрите какая классная птичка это хорошо еще не не татухой заделает а еще мне понравилось вот это вот красиво вот у девушки красиво вообще очень прям любого спа вот это еще мне понравилось балерина ой там еще красивая блин но я уже не достану еще тут вентилятор нужно в рекламе сняться типа а еще здесь делать станислав пирсинг кстати вот я уже узнала татуировками он занимается 8 лет а пирсингом вообще 3 13 да где-то вообще с самого начала как они появились за год сегодня за год это скопилось 2 тысячи штанги от игол это за один год 2 тысячи ничего себе это все примерно полторы тысячи татуировок в год поняли какой у меня профессионал был я знала к кому иду все спасибо большое наше рабочее место наш итог пошла кайфовать спасибо ну что мои хорошие после процедурки иду и ловлю впечатление ой я на самом деле давно хотела уже набить эту тату и я сделала это удивительно что очень быстро прошел процесс набили очень быстро то есть рука набитая профессиональная ну не у меня а у станислава вот и очень быстро он все это сделал мне дал все рекомендации вот и единственное что я испачкалась свой кофе блин и что мне теперь делать прям конкретно я его просто ставила на стол и когда ну вот так вот облака сейчас это место мне прям терлась об стол когда мы выбирали шрифт я короче сама себя испачкала я не знаю как теперь вот так ходить либо салфеткой сейчас попробую салфеткой потереть вот спасибо Станиславу большое вообще на самом деле очень вот как-то быстро профессионально все рекомендует советует как лучше что лучше потому что художественный взгляд то есть он знает как как лучше как как все что делать это очень круто и теперь за татуировками только к нему хотя мой любимый против татуировок но я с ним советовалась и со шрифтом и со всем он в общем дал добро на эту татуировку и вроде ему понравилось но он не был в эмоциях слишком силен такой типа вау кайф круто потому что он вообще не хотел чтобы я делала татуировку но если я очень хочу то мне все можно он этого не знает правда и я такая уговорю его чтобы он согласился на что то вот теперь мне надо по списочку идти и делать что я хочу а кстати какие рекомендации то есть пять дней мне сейчас нужно будет мазать три раза в день бипонтеном мазью и естественно это место не загорать ни бани сауны горячей воды ничего не тереть все аккуратненько очень в общем пять дней мазать в пленочке и быть а потом без пленочки мазать ну чтобы она все время не высыхала и была под мазью ну в общем три недельки должна заживать она ну то есть три недели никуда нельзя ходить а заживать будет я думаю ну быстрее чуть-чуть а потом посмотрим нужна ли будет коррекция ну он вроде говорит что возможно коррекция не понадобится но если что-то нужно будет конечно сделает вот кстати напишите мне как вы относитесь к татуировкам кто хочет татуировку что хочет вот и ну вообще я на самом деле очень люблю татуировки на девушках я люблю большие татуировки я люблю красивые татуировки единственное что себе прям большие такие я не буду делать но вот что касается каких-то таких аккуратных надписей вот для меня пример Леры Фрост мне очень нравится вот у Леры Фрост из дома 2 как сделаны татуировки то есть у нее плюс конечно же фигура должна быть классная у нее классная фигура и ей конечно у нее вот здесь вот есть татуировка такие знаете текст прям написанный очень красиво у нее на руках какие-то аккуратненькие татуировки но вот мне чисто по эстетике очень нравится как это смотрится вот есть конечно какие-то может бывает нелепые там еще что-то но в общем вот такие аккуратные надписи какие-то может быть рисунки не громоздкие такие знаете вот точечные мне нравится насчет того что буду делать дальше татуировки или нет я не знаю но в общем ближайшие несколько лет я думаю буду наслаждаться своими двумя татуировками ладно пошла а то болтаю болтаю дела же делать надо слушайте я офигею салфетки это просто какой-то лайфхак реально не нужно не какие-то покупать карандаши вот эти знаете которые там на одежде пятно они только размазывают грязь вот у меня сейчас реально вот так вот прям были пятна я не знаю видели вы это не видели просто свет он конечно может забирать свою ну просто я сейчас потерла вот этими салфетками которые в фикс прайсе покупала для детей просто как будто знаете отбеливателем пятно какое-то исчезает все я чистенькая и даже сухая класс едем по делам кстати все мои девочки отписались которые выиграли в конкурс сертификат у меня и сегодня я им отсылаю сертификаты из лет коллекшн так что ждите крошки мои на почту иду кстати вспомнила кто-то мне писал что ты носишь все время вот эту вот штуку типа торгаши там носят или это хотела сказать честно мне плевать вообще кто как носит я за комфорт и хотела сказать что если мне будет комфортно одеваться как бомж вот реально мне будет пофигу как я выгляжу мне будет комфортно в каким-то понимаешь вот рваных вещах там может немного заляпаных где-то вот если бы мне так было комфортно пропустила заболталась я бы так и ходила мне честно говоря вот но по большому счету все равно что обо мне подумают другие если мне комфортно да единственное что для меня всегда является ориентиром всегда является ориентиром это не причинение вреда другим людям но за справедливость в общем вот так а все остальное если мне комфортно то плевать кому что нравится на вкус и цвет товарищи нет все заходим в серьезное место почту очень много времени я пробыла на нашей почте вообще это одна из таких почт которая медленнее всего работает причем у них отдельно отдельно письма отдельно посылки то есть вообще с разных сторон даже входы два ну с одного здания но с разных сторон входы и почему-то ну вот даже посылки большие дают лучше а здесь вот я не знаю может у них аппарат медленно работает или что но все возмущаются очень долго я сколько почт была на скольких почтах или как там это правильно сказать почта намного быстрее работают в Александровке почта вообще всегда забита там всегда море очереди но они даже достаточно быстро работают с этой всей очередью вообще нереально справиться а здесь немного очереди но почему-то очень медленно самая лучшая пока что в Ростове это на урожайной зачем сказала сейчас все туда пойдут но там мне очень нравится единственное что туда пешочком не дойдешь от моего дома надо ехать а здесь пешочком дойти можно поэтому в любой момент с малым с колясочкой я могу поехать и хотела еще сказать такой момент Муха давай улетай отсюда хотела еще сказать такой момент что сейчас много времени пока провела на почте и читала ваши сообщения которые мне приходят в директ которые мне приходят в личку в контакт и все пишут Селена не обращая внимания на хейтеров ты молодец ты все правильно говоришь кто-то пишет кому нужно тому ты поможешь каждый слышит то что хочет слышать и так далее и вот некоторые пишут знаете что если много комментариев и много негатива это возможно ты там обосрался то есть не может так нет девчонки я скажу вам так кто услышит тот услышит но на будущее я вам скажу нельзя никогда отступать даже если все вокруг против я точно знаю что я никого не обидела в плане непосредственно просто если я говорю вообще у меня весь канал он о похудении я слежу за собой то у меня диеты то у меня спорт и конечно я стремлюсь к тому чтобы быть стройной красивой и так далее в принципе можно вообще обидеться более полноватым девушкам просто обидеться на мой канал на меня за то что я такая к этому стремлюсь а то что я высказала в какой-то момент и кто-то думает эта девушка может быть увидела или еще что-то я повторюсь эта девушка меня не видела я в ни в коем случае не сделала так чтобы знаете, ее унизить чтобы она что-то заметила она меня даже и я на нее не посмотрела так чтобы ее обидеть так что за ее чувство можете не волноваться она не увидит, не его слышит и так далее только если какая-то девушка примет это на свой счет но вообще вариант уже есть что это вообще не может помочь кому-то кто-то вот так послушает, кто-то вот так вот мысли. Ну, понятное дело, что я не указываю там худеть и все, или ещё что-то. Но я стараюсь мотивировать, конечно же, потому что более худой человек — это более здоровый, более привлекательный. Всё равно как бы не старались культивировать даже вот этот вот момент, что полные девушки сейчас в моде. Всё равно это здоровье, да? То есть понятно, что полнота, она относительная. То есть, может быть, я ещё достаточно худая, да? Можно и поправиться, там вот мой любимый любит там побольше где-то, да, какие-то формы. Он говорит, вот здесь не худей. Вот здесь можешь, а вот здесь не худей, то есть, да? И есть полные девушки, которые мне очень нравятся. Я бы им сказала, не худей, блин, шарм у тебя такой. Я не помню, об этом говорила я или нет, но суть в том, что у меня и подруги есть, и знакомые, которые кто-то не худеет, кто-то не может, а кто-то знает за собой, что, ну, вот так, что худая там, да, лучше, но она не может, и она ни в коем случае не обидится на меня. У меня, кстати, девочка была в одном из влогов, и мне сказали, вот ты ей покажи там мотивашку. Я не хожу вот так вот, никому ничего не показываю. То есть, я снимаю на своем канале, рассказываю. Кому надо, тот смотивируется. Кому не надо, подумают, ну, да, классно быть худой, но вот я там не могу по тем-то и тем-то причинам. Вот. Поэтому эта тема еще, может быть, долго продолжаться, но в целом я и говорю, можно обидеться тогда на мой канал, девчонки. Потому что я стремлюсь к тому, чтобы быть стройной, где-то подкачиваться не всегда получается. Если мне говорят, ой, у тебя живот какой-то, я не обижаюсь. Я, да, я вижу сама все эти косяки, я стремлюсь, стремлюсь быть лучше, красивее. И для меня это только пинок какой-то, понимаете? И вот к чему был весь этот момент. Нет, бывает очень часто, что на вас нападают все, хотят изменить ваше мнение окружающих, хотят сказать, что вы плохая, что вы какая-то не такая. И часто бывает, что все вокруг как-то против вас. Я очень часто, очень много раз сталкивалась с этим в жизни. И я наоборот скажу. Вот для меня, опять же, да, вот то, что я говорила, это большой ориентир, девчонки, непричинение никому вреда. Непосредственного, да, прям оскорбления какие-то или еще что-то. То есть я никому не говорю, там, ты плохая, или там еще что-то делаю такое, да. То есть для меня это ориентир. И то, что я стремлюсь к похудению, я худею, и пропагандирую весь этот момент, спорт и здоровый образ жизни, стараюсь во всяком случае, я не идеал в этом смысле. Я считаю, что в этом ничего плохого нет, а в этом только помощь. И порой дать кому-нибудь пинок под зад и сказать, ну да, у тебя тут жирки, короче. Или кому-то сказать даже грубовато. Очень главное, с какой мотивацией ты делаешь. Я же не делаю это с мотивацией унизить человека, сказать ему, фу, ты там жирный или еще какой-то. У меня мотивация одна, девчонки. Я хочу, чтобы вы все были красивые, все были стройные. И, конечно же, я не знаю ситуацию каждого человека. Кто-то, может быть, по причине здоровья, да, там, не может. Кто-то еще по каким-то причинам. Но каждый за собой понимает, адекватно ситуацию оценивает. И тут уже обижаться на меня не нужно как бы, да. Я не говорю ничего плохого, уж поверьте. И поощрять в каких-то вещах, да, ешь булочки, ешь, ешь, поправляйся, я этого делать не буду. Даже если вы все на меня нападете просто, да, все разом отпишетесь и скажете, как ты можешь? Это же может быть обидно, да. Кому-то может быть обидно, и для кого-то это может быть поворотным моментом в жизни. Человек задумается, начнет что-то делать, стараться, и у него появится мотивация и вообще новый виток в жизни. Поэтому, нет, никак вы меня ни в чем не уличили. Я ни на минутку не подумала, что я какая-то плохая. Со своими подружками мы все это обсудили и вообще даже посмеялись, что непонятно реально на чем, на ровном месте люди начали на меня нападать. Это реально было ровное место. И я думаю, что это просто мои недоброжелатели, они нашли момент, до чего докопаться. Хотя по большому счету можно докопаться во всем моем влобе. Так что все хорошо. И, кстати, те люди, которые говорят, что отпишутся и не будут смотреть, почему-то не отписываются. Я смотрю свою статистику, и на моей статистике как бы это никак не отражается. Все, мои хорошие, я побежала. Мне нужно делать дела. Все, я дом поубиралась, сняла видео для вас. Сейчас я одеваюсь и еду к малому и к маме. Такая радая я. Что-то включилось. Что это было? Иди, Аня. Что это было? Иди, Аня. Давай аккуратно. Вот. Мы смотрим телевизор, скажи. Телевизор из... А к маме? Глянь, иди, мама, ты снимай. Смотри. Иди к маме. Иди, маме. Иди, маме, иди. Давай. Давай, иди к маме. Иди, мы тебя страхуем. Давай. Все, уходим мы от бабушки. Она, как всегда, накормила оливье, плов. В общем, все в лучшем виде. Спасибо, мамуль. Вот. Все. Спасибо. Прощайся с бабушкой. Целуй бабушку. Целуй. Бабушку любит. Все. Все, устали, короче, едем домой. Мы дома. Что-то у меня вскочило. Тут у нас прыщичек. Мы дома. У нас по плану мультики. Да, сыну? Мама все убралась. Кажется, тут как-то все по-другому теперь, да? Опять игрушки раскладывать надо все. Разбрасывать. По всему дому. Че? Ты рад, что мы дома? Ура, ура. Ты ко мне? Ну, залазь давай. Залазь. Все, залез. Молодец. Вот. Залез на маму, да? Что ты там, мам, без меня делаешь? Снимаешь что-то без меня. Общаешься без меня. Что это такое, скажи? Слюня течет. В общем, все. Буду отдыхать, потихоньку монтировать видео. Все наснимала видео хорошо для вас. Те? Я понял. Ну, пока не буду выключаться. Может, интересное, что будет. Потом попозже попрощаюсь. Вернусь. Крошки, доброе утро. Я уже сделала много дел. Сейчас у меня параллельно идет прямой эфир. Я сделала много дел. Я на самом деле сделала себе сегодня маникюр и педикюр. Я еще не поела. Это время 25 минут второго. И это только моя первая кружка кофе. Короче, моя первая кружка кофе. Вот. Сейчас я веду прямой эфир. Может, показать вам? Вот. Прямой эфир. Увидите себя потом. Вот. И решила поздороваться. Потому что мы ждем Кристину. И такая пасмурная погода сегодня у нас. Я и туда смотрю, и сюда. Пасмурная погода сегодня у нас. И я думаю, что, наверное, сейчас Кристина придет. Я, может быть, одену свою новую куртку. И мы пойдем, может быть, на набережную куда-нибудь посидим. А может, на левый берег. Потому что хочется прям вот, чтобы ни жара, ничего. Я никуда не выхожу по жаре, на самом деле. Не очень хочется. По жаре не очень хочется никуда выходить. Это я все буду вырезать. Вот. И, в общем-то, хочу взять Кристину и пойти куда-нибудь погулять. В такую хорошую, не жаркую и не холодную погоду. Все. Я пошла прямой эфир вести. А вы оставайтесь. Фух. Это нелегкий был день. Потому что сейчас время. Начало шестого. А сын еще ни разу не лег спать. И самое интересное. У него закрываются глаза. Уже глаза красные. Уже моргает медленно. Но он бесится все равно. Хнычит, капризничает. Я уже за это время его два раза покормила. С перерывом в три часа. Представляете, да? То есть никак. Ну, мы договорились с девчонками посидеть. Сейчас Кристина приехала. Они уже ждут меня в кафе там. И подруга ее приехала. Наша общая знакомая. Вот я, короче, принарядилась. И думаю, что сейчас пока я доеду туда. Потому что я пешочком хочу на колясочке. Возле парка Островского. Он как раз приснет. И я с девчонками присяду, выпью вина. Успокоюсь. Потому что я что-то на нервах вся. Вообще абсолютно. Я только первый раз поела сейчас. Пять часов. Представьте. Вот это кофе я пила. Сколько его. И поела первый раз. Короче, я вот такая какая-то суматошная вся. Еще параллельно пытаюсь делать какие-то дела. Но невозможно. Он ничего не дает делать. Чего не спит, непонятно. В общем, я надеюсь, он сейчас заснет. И мы идем к девочкам. А, как я приоделась сегодня до прохлада на улице. Я надела кофточку, которую, кстати, покупала на распродаже. Как раз актуальна она. Белые штаники. Ну и кроссы мои. Вот. Так я разденусь буду в этой. А так я пока в ней. Потому что реально прохладно. Сейчас так приятно. Зашла в пятерочку. Я покупала малышу там, в общем, кашки. Ну, так в дорогу, знаете, чтобы не брать тромасасовую. Все дела. Кашку там. Гречневую с молоком или еще что-то. И встала на кассу. Ну, как бы, без намека вообще. Чтобы меня пропустили. Я готова была ждать. Потому что я такая вся вымотанная за сегодня, на самом деле. Что у меня сил нет даже эмоционировать. На самом деле я устала. Вот. И они прям по цепочке такие. Ой, пропустите. Другой толкает. Пропустите, пропустите. И такие четыре человека. Причем женщины, мужчины. Такие прям разошлись. Я быстро взяла четыре кашки. Прям спасибо. Так приятно, когда так делают. На самом деле не... Ну, много людей сознательных, когда видят ребенка. Не все просто на самом деле понимают, насколько бы все маме делать оперативно, быстро. Насколько мамаши устают. Им нужно уступать, помогать. Сына заснул. Вот я иду с вами разговариваю, и он заснул. Спасибо вам. За то, чтобы с нами сюда засыпать. Сейчас я еще чуть-чуть на улице с ним постою, чтобы он как следует заснул. И я нормально смогла с девчонками посидеть. Просто сейчас расслабон поймать. В общем, спасибо всем сознательным людям. Берегите женщин, молодых мам. Помогайте нам. Нам иногда это так нужно. Ваше внимание и забота. Хотя бы в таких мелочах, как пропустить на кассе, там, помочь коляску где-то, что-то подвинуть. В общем, это очень ценно, на самом деле. Даже если кто-то не показывает вида. Как сегодня я. Не, я сказала спасибо. Ну, не так, как обычно. Сил нет. А вот я, кстати, вижу наших девчонок. Болтают. Видно? Нет? Кристинка, вон, серьёзная такая вся. Подруга Виктория. Шикарно. Сейчас мы к ним зайдём. Увидели нас. Сейчас, сейчас. Понимаю. Две минуты и зайду. Сейчас она как следует уснёт. Чтоб его ничто не разбудило. Никакой шум. Ну, а что, вы ждали, блин? Ждали. Нет. Да вот она, смотрите. Давай, Кристина, уже все говорят, что мы поссорились с тобой. Что случилось? Ты меня достала. Ты меня достала. Я дохер не слышу. Скажи, Кристина, в чём дело? Почему у тебя нет в моей комнате? Она меня достала. Я не хочу с ней сниматься. Я не хочу с ней общаться. Я тебя больше не люблю. Я её ненавижу. Так, ладно, девочки, хватит. Ты в адрес субстанции. Давай, ты в меня. Мне Виктория что-то хочет подойти про тебя. Я всё обиделась. Ой, Виктория, кстати, спасибо, дорогая. С одним человеком нельзя говорить слово одно, а другим в другую общину. Да, нужно контролировать всегда всё, что ты говоришь. Но мне пофигу, я ничего не контролирую. Я что хотела сказать. Помните, я вам как-то говорила про крем, Виктория? Крем. Афигенский крем, который я использую вместе с автозагаром. От Евроше. Дарила мне его как раз-таки Виктория. Он очень круто впитывается. Он очень классный. Виктория любит Евроше. И вот она мне что дарит? Ну, это натуральная, потому что у тебя шиклона очень маленькая. Туалетная вода. Это новая выше. Лесная земляника. Ну, она же натуральная, не должно, чтобы была рябка у ребёнка. Да, ты пшикнутая чем-нибудь, нет? Я пшикнутая, с вами иду. Дай мне руку. Послушная моя краска. Просто я надухарилась очень сильно. Ладно, после этого запаха я с тобой подружусь, так уж и быть. Ой, на самом деле я обожаю такие. Я когда была на Кипре, я купила себе несколько там жвачечек, земляничечка, вот такие вот штучки. Я люблю подарочки. Давай, говори, я не заходилась. Просто я помню, как ты мог забрать, и посмотрела у Кристины дома. У тебя реснички вот здесь. Я другой формы сегодня взяла, мне не идут, я вижу. Идут, красиво. А у тебя? Какие натуральные. Вы видели новое видео у Кристины? Я обиделась. На себя. На себя? На себя я обиделась. За что? А вот напротив себя человек, который сказал, может ли? Ладно. Шутки шутками. Короче, мы с Кристиной не поссорились, все нормально. Она уезжала, скажи. Она уезжала. С себя. Потом она не могла долго ко мне приехать. Вот, наконец-таки, она доехала, но параллельно со всеми подругами и друзьями надо встретиться. Я не знаю. Вот мне самое интересное... Ты посветлела? И самое интересное, что когда долго не видишь человека, новое знакомство. Я сейчас с Еленой стесняюсь. Это очень важно. Я дурындул. Ну, она правда стеснялась. Ну, она же не стеснялась. Сейчас он проснется. Он спит, потому что кухня красоты когда будет? Все просят. Я подумала. Ладно, все. Мы ждем пиво, креветки. Будем общаться. Темно совсем. Я думала, меня будет видно. А сейчас мы подойдем вон к витринам. Откуда свет кидать? Да, Зай, я снимаю. В общем, мы с Кристиной идем. Кристина там по телефону разговаривает. Мы идем пешочком. Детки до сих пор еще гуляют, хотя на улице темно. Вот. Все, идем домой. На улице прохладно. И он оделась, разделась. Сына одела тепло, чтобы он не простыл. В общем, мучим домой. По холоду, считай. Хорошо посидели. Это тебе там сообщение или Деньке? Деньке. Деньке написано. Короче, мы пришли домой. Я уже Деньку искупала. Деня! Нельзя! Это ты же знаешь, нельзя. От жопы. Все, взял провода. Бегу, короче. Прям забери все, под кровать закинем от него. Спрячь, чтобы он не видел провода. Все дети любят провода, интересно. Все, короче, мы будем готовиться ко сну. Уже собираться, потому что сегодня какой-то я вообще супер уставший день. И я какая-то сегодня вообще на ослабоне. Ну вот, после поспал тоже полтора часа, совсем чуть-чуть. Сейчас я не знаю, во сколько теперь у нас нет. В общем, ладно. Кристинка занимается малышом. А мы с вами прощаемся. И уже в полной красе мы покажемся вам завтра. Ну, точнее, в следующем влоге. А так я с вами прощаюсь. Надо ногти, кстати, накрасить. Что-то ты делаешь, Зая. Там недополе, мне кажется. Люка, Люка, Люка. Что это делает? Что это значит, Зая? То и значит. Сама такая, да? Че мой жлоткий? Че мой жлоткий? Ладно, все, игрушки. Люблю вас, целую обнимаю. До следующего влога. С вами была я. Селена Свой. Я не могу не сказать. Посмотрите, какие у меня зеленые глаза сейчас. Опять, да? Непонятно, какие цвета делают вот эту зелень. Вот синий или серый. Прямо я так обратила внимание. Думаю, я кафе. Высыпала меня немного. Непонятно. 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 Непонятно.